Комфорт и безопасность жилищных условий для многих из нас играют ключевую роль для проживания в доме или квартире. Причём важен не только комфорт на собственной личной территории, но и на общедомовой. Жильцы частного сектора по улице Зои Космодиньянской об этом комфорте забыли уже давно. Ведь дорога к их домам больше походит на поле, нежели на современную дорожную полосу с тротуарами. Тут, что называется, ни пройти, ни проехать. А всё потому, что асфальта на этом участке никогда не было. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции для решения вопроса. Однако дорога так и осталась рассадником пыли и грязи. Примечательно, что здесь проживает немало пенсионеров. Самая пожилая жительница улицы Нина Юрченко и вовсе труженица тыла. И именно она, несмотря на свой почтенный возраст, женщине 93 года, обратилась в нашу редакцию с просьбой о помощи в решении накопившихся дорожных проблем. Ну, у нас проблемы с дорогой. Перековыряли её водоканал. Ничего не сделали. Вот ямки, сами видите, ямка за ямкою. Сколько лет нам обещали асфальт этот, никто ничего не стелит, не приезжает. Теперь только надежда на вас. Никто ничего не говорит никогда. Вот это перековыряли, уехали, на том всё. Никто не появился, никто ничего. Тут кто сам закидал, а кто он до сих пор пораскиданные люки. Нам асфальт надо, срочно асфальт надо. Расскажите, пожалуйста, вот вы на этой улице, получается, самая старшая, да? Я живу с 49-го года здесь, как замуж вышла. Это вот хибара была, мы её купили там по дешёвке через суду. Тогда же беднота была. Трое детей, шесть внуков, и военные есть, и врачи есть, и хирурги, и учителя, и кого только нету. Учили добру, чтобы делали добро, сами не нахальничали. Вот и мы живём, всё ждём, ждём. А нахальства нету, чтобы пойти жалиться. Мы не привычны к такому. Мы ждём, а может сделать. А сейчас меня надо срочно. Жители улицы уже давно отчаялись и даже не ждали ремонтных работ. Своими силами пытались разровнять дорогу. Но заасфальтировать на собственные средства улицу не могут. А учитывая то, что улица носит имя Героя Советского Союза, собственникам обидно вдвойне за то, что их общая территория до сих пор не обрела презентабельный вид. Такая улица связывает Октябрьскую центр. Тем более такая улица знаменитая. Вот мои дети все знают, что бабушка – это же Герой Советского Союза. Внуки знают, уже правнуки знают. Несколько месяцев назад по этой улице ещё и проходила замена водопроводных труб. Сотрудники водоканала работу сделали. Но должны ли они отвечать за кривую и вдоль да поперёк перекопанную дорогу? Наши вины по тому, что не асфальтирована дорога, там нет. Она-то не была асфальтирована, по большому счёту. Когда мы туда выехали, значит, менять нашу линию, которая находится в непригодном состоянии. И много очень жалоб было по понижению давления на ней из-за того, что она вся уже прохудилась. Мы её заменили. И на данный момент и люди довольны, что и давление у них поднялось, и качество воды улучшилось, и всё остальное. А асфальт должны были после нас положить, после наших произведённых работ. Мы-то всё, как было, в тот же надлежащий вид привели перед тем, как мы приступили к этим работам. Естественно, должны были уже мэрия после нас встать. Видимо, я не знаю, по каким-то причинам они не успели. Ну и, как вот сказал Казаноков, они в этом году в рамках национального проекта будут асфальтировку проводить. У нас в этом году запланировано около двух тысяч погонных метров заменить. Самые такие у нас проблематичные участки, где очень много жалоб по понижению давления. Вы сами понимаете, что это такое. Тем более в летний период, когда очень большой разбор воды, много кто жалуется, много кто остаётся без воды. Это, опять-таки, связано с вот этими изношенными трубами, которые протекают, и основное давление уходит на них. И недостаток воды, и потребление получается из этого. Ну, на сегодняшний день мы заменили уже даже больше, чем мы планировали. Ну, опять-таки, повторюсь, что из-за жалоб, как бы, чтобы угодить нашим людям, мы берёмся и быстро-быстро делаем. Мы каждодневно проводим такие работы по заменам линий. Устраним утечек. У нас спецфика работ такая. На самом деле ситуация может разрешиться уже совсем скоро. Ориентировочно к началу осени этот участок улицы наконец-то заасфальтируют. Улица попала в городской список благоустройства дорожного полотна. Осталось лишь дождаться собственной очереди. По адресу Зоя Космодемянская в городе Черкесске были силами АО «Водоканал» проведены замены ветхих сетей. В связи с тем, что мы осенью подготавливаем список автомобильных дорог, которые подпадают по национальный проект «Безопасные автомобильные качественные дороги». Делаем рассылку во все ресурсоснабжающие организации для того, чтобы они заменили свои сети по необходимости. И в связи с этим АО «Водоканалом» были запланированы по улице Зоя Космодемянская замену ветхих сетей. После чего будут выполнены в рамках национального проекта асфальтирование данной улицы. В этом году мы запланировали уже 27 участков автомобильных дорог в городе Черкесске. Это более 13 километров дорог. Получается, будем асфальтировать. Часть уже начаты, договора заключены, контракты. Уже улицу Юбилейную, Веселую заасфальтировали и так далее. Следующие тоже улицы будут асфальтированы до конца сентября текущего года. Каждая улица занимает приблизительно от недели до двух недель, потому что они как бы индивидуальные, по ширине, по различным причинам. Где-то какие-то столбы надо будет перемещать, где-то какие-то там. Люди делали благоустройство, как бы их нужно будет все как бы демонтировать, все выравнивать, подправлять. В зависимости, индивидуально по каждой улице мы работу проводим. Тротуары, конечно же, у нас запланированы, но уже не национальным проектом, а отдельно за счет Дорфонда. Мы после того, как проводим асфальтирование дороги в рамках программы, отдельно через Дорфонд проводим по этим же улицам, стараемся запланировать обустройство тротуаров. Для того, чтобы горожане передвигались безопасно, удобно, как говорится, качественно. Словом, жильцам остается лишь набраться терпения и ожидать благоустройства. Но мы надеемся, что проблему устранят как можно скорее и продолжим следить за развитием событий, пока проблема с дорогой.